Друзья, только завершился эфир про Новый год, да, но я должна сказать, что Новый год это всего лишь неделя нашего времени в течение года. Но наша задача научиться жить таким образом, чтобы не изнашивать тело. Поэтому давайте я вам немножечко расскажу, что такое система старости нет и почему она помогает огромному количеству людей. Я вообще горда, что в принципе она создала и мы до этого додумались. То есть первое самое ценное в системе старости нет это формат, формат для очень занятых людей. Если бы я потерялась по здоровью, я бы нашла какую-нибудь такую систему, которая бы мне выдавала информацию 5 минут в день. 5 минут в день послушать просто. Для меня всегда легко. Соответственно, обычно люди со мной пьют утренний чай или утренний кофе или утреннюю водичку с лимоном. То есть готовят себе напиток, включают бахтину в системе старости нет и получают крупицу информации на сегодня. И уже день проходит несколько иначе. Есть люди, которые обладают большим количеством информации, но ничего не делают, потому что знать и перестроиться это разные вещи. Почему система старости нет работает? Потому что я капаю каждый день, кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап. И у вас просто не будет другого выхода буквально. Вы обязательно потихонечку начнете менять стиль жизни и, конечно же, стиль питания. Следующая особенность, это вот кроме той информации, которая 5 минутками заходит, это будет вам приходить в обучающий бот, то есть робот будет вам передавать видео за видео. Так вот, вторая особенность, это очень любящий чат, чат поддержки. Это для меня, ну не знаю, я много лет отработала индивидуальными консультациями, и результаты людей от индивидуальных консультаций всегда хуже, чем групповые результаты. Представьте, в группе 500 человек кто-нибудь что-то спросил, вы даже не догадались до этого вопроса, а куратор ответил и качественно ответил. У нас 7 кураторов работают. Кураторы, я иногда читаю их ответы и понимаю, боже, это же мой ответ. Ну то есть люди научились думать, как я, и консультируют, как я, и лучше даже. Вот, это очень важно. Ну, кстати, я тоже иногда вот сегодня воскресенье, в воскресенье я тоже дежурю в чатах, и мне люди задают вопросы. Следующий очень важный момент. Иногда человек запускает себя в плане, допустим, веса, и не думает, что с ним что-то военное такое происходит. А я вас научу читать ваши анализы. Это очень важно. Это информация, которая должна принадлежать вам, а не вашему доктору. Вы в своих анализах должны разбираться лучше, чем ваш доктор разбирается в ваших анализах. Потому что это важно не только для вас. Вы можете за мужем подследить и понять, что ваш стиль питания убивает его. У вас всего лишь лишний вес, а у него уже инсулинорезистентность. Вот, а это вот важно. Люди, которые умеют следить за динамикой своих показателей биохимических, эти люди живут дольше, потому что у них включается мозг. Она поправилась на 20 кг, но не думает, что это проблема. А когда она видит, что у нее инсулин выше нормы, вот это уже реально проблема. Три метра осталось до сахарного диабета. Чем еще интересна система старости нет и ее конкурентное преимущество? Это системный подход. Да просто возьмем какую-нибудь любую болячку, ну, например, то же самое, да, лишний вес. Как мы это решаем? Вот просто лишний вес, как мы решаем? Нулевая ступень – это физическая нагрузка. Без физической нагрузки вы энергопотребление не повысите клеток, и вы не заставите жиры, которые спрятаны в ваших клетках, справиться, сплавиться на мембране митохондрии, потому что нет повышения энергозатрат, потому что мало митохондрии, потому что проблемы. Как мы это решаем на первой ступени? На первой ступени мы перерассчитываем рацион и делаем так, чтобы белка было достаточно, а углеводы мы подкручиваем, как тумблер такой вводим, и подкручиваем чуть меньше количества углеводов, уже лучший результат по здоровью. А как мы на второй ступени решаем вопрос с лишним весом? Ни одна девочка с лишним весом, которая не использует суточную норму воды, еще не похудела, друзья, потому что жир – это запас энергии и воды, стратегический запас энергии и воды в организме. И если вы себя недопаиваете, у вас шансов нет просто иметь нормальный вес. А как на третьей ступени мы решаем вопрос с лишним весом? Непосредственно, потому что мы очень глубоко разбираем углеводный обмен с анализами, с расчетом индекса инсулинорезистентности, со всем на свете. А если вы уже доигрались до сахарного диабета, что, честно говоря, это фиаско по здоровью – доиграться до сахарного диабета, то я вас научу еще как гликометром пользоваться для того, чтобы вылезти из этой ситуации, чтобы вы четко понимали, какой стиль питания для вас спасительный. А как мы на пятой ступени работаем с лишним весом? Она как бы о жирах. Но там мы разбираем липидограмму, там мы учимся разбираться. Это омега-3, это омега-6, омега-9, жирные кислоты. Что есть, что не есть, на чем жарить, на чем не жарить. Опасны ли жиры или не опасны? Это очень важно, потому что люди живут под домокловым мечом инсульта и инфаркта. Они знают, что у них уже лишний вес, значит, скоро будет инсульт и инфаркт. Так может быть, отползти от этого состояния. А на шестой ступени, на пятой, как мы решаем вопрос лишнего веса? А мы начинаем гонять лимфу. Мы начинаем включать человека в системы очищения организма, в том числе лимфодренаж. И говорят, что самая волшебная ступень – это пятая. Просто вот она реально способствует еще ускорению жиросжигания, еще лучше состояния, еще лучше кожи, еще лучше внешний вид. Боже, ну там прям оды поют, это пятая ступень. И так далее. Можно я дальше не пойду? В принципе, я могу пойти. Шестая ступень, как мы работаем с лишним весом. Человек с лишним весом переедает углеводы. Если он переедает углеводы, он временами внутри сладкий человек. Сладкий мужчина, сладкий женщина. Сладкая женщина. Значит, развивается условно-патогенная микрофлора, типа грибов, рода кандиды и так далее. Их надо убить, потому что именно они говорят, «Хозяйка, давай уже углеводов хотим». Вот так вот таким ужасным голосом говорят, серьезно. Вот, а что там у нас дальше? Это шестая ступень, да? Седьмая ступень – это устранение всех дефицитов. Вы же не хотите стоять за колбасой в очереди или за сливочным маслом. Я когда-то стояла в детстве еще. Вот. А точно так же ваши клетки могут выстроиться в очередь за хромом. Тогда хана углеводному обмену. Это я о том, как мы помогаем через седьмую ступень человеку поддерживать, достичь и поддерживать оптимального веса ростового соотношения, чтобы вы были красивы как в купальнике, так и без него, как в одежде, так и без нее. Понимаете, это очень важно, потому что красивое тело в нормальном вес-ростовом соотношении – это здоровое тело. Тело, которое вышло из берегов, оно нездорово. Полный человек не может быть здоровым. Худой человек тоже не может быть здоровым. Я сейчас просто в приложении к большой массе тела, но на курсе большое количество худышечек, которые наоборот, им нужно поднакопить подкожную жировую клетчатку, подрастить мышцы и стать красивой девочкой гитары вместо шваброчки. Это тоже, ну, как бы важно, да? Это седьмая, восьмая ступень. Так, восьмая ступень – это курс потребительской грамотности. Ну, вы уже меня поймете, очень четко поймете к этой восьмой ступени, но это еще расстановка акцентов. Считаю, очень ценная ступень – как за свои деньги не покупать яды, потому что вы руководите питанием во всей семье. И потом уйдут эстетические ступени. На девятой ступени мы вам, вы себе вернете молодую осанку, так что будут ошибаться в определении вашего возраста. Буквально ступень – 21 день. 21 день пройдет, и люди начнут ошибаться в определении вашего возраста лет на 10-15. Потом у нас будет ступень по личику. Все не успею выдать, но овал лица, работа с лбом, волосистой части головы, чтобы у вас красивая прическа была постоянно, меньше седых волос и так далее. Больше, ну, там очень много информации. Это по личику ступень, и будет ступень «Молодое движение», чтобы вас никогда не мучили боли в пояснице, чтобы у вас всегда был длинный, красивый, молодой шаг, красивое любое движение молодое. Ну, в общем, это очень важно, это уже эстетика. И в подарок, конечно, 12 ступень, которая называется «Передай другому». Потому что эту информацию нужно передавать другому. Я на примере лишнего веса просто объяснила, как я действительно беру одну проблему всегда и смотрю на неё через разные призмы. А ну-ка через физическую нагрузку, а ну-ка через питание и так далее. Гипотиреоз я могу вам так расписать, сахарный диабет могу вам так расписать, болезни суставов могу вам так расписать. Прямо по ступеням, по ступеням, друзья. Вот, и как это происходит? Как это происходит? Пятиминуточка от меня в чат-бот. Пятиминуточка от Насти. И Настя, наш фитнес-инструктор замечательный, это девушка, которая имеет идеальное тело. Это не 25-летняя девушка, это уже прям взрослая женщина, которая выглядит как 25-летняя женщина, девочка. Вот, от неё приходит информация, и вы можете танцевать или потягушки делать, пилаты сделать вместе с ней. Это очень ценно. То есть это вработка в физическую нагрузку. И, конечно, чат-поддержки. Ну и вип-пакет. Мы специально ввели вип-пакет, потому что большое количество девушек, которые хотят поговорить с живым человеком. Не с чатом, не с ботом, а с живым человеком. Живой человек на данный момент у нас Яночка Проценко. Это моя подруга. Это человек, с которым мы бок о бок. Это чтец тренингов выездных, девушка с идеальной фигурой, бабушка с 8-летним стажем, но выглядит она просто как девчонка. И вы, заканчивая ступень, имеете с ней созвон. Она вас направляет, считывает результат, хвалит или что-то вы меняете. Вот, и идёте на следующую ступень. После окончания ступени ещё созвон. Вот таким вот образом мы работаем. Вот, поэтому пока скидки, пожалуйста, пользуйтесь возможностью. Вы можете себе просто попробовать там, допустим, нулевую ступенечку, понять, как оно. Вот, но я думаю, что вам имеет смысл использовать опт. На опт у нас сегодня скидки. Цены на систему старости нет, безусловно, растут. Ну, потому что она наполняется. Видите, всё начиналось только с моей информации. Теперь ещё от Насти информация по физической нагрузке. Это уже профессиональная информация. Ну, потому что я физической нагрузки дилетант, а Анастасия профессионал. Вот, и вот всё больше и больше индивидуализируем работу с людьми. Поэтому сегодня, завтра, послезавтра у вас есть возможность присоединиться. Сделайте это для себя. Сделайте себе подарок на Новый год. Сегодня или там завтра, я не знаю когда, день Святого Николая, да? Сделайте себе подарок, положите его себе виртуально под подушку и используйте. Потому что 22-й год – это год личных достижений по телу. Пусть он у вас складывается наилучшим образом. С любовью, система старости нет. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok